Дорогие телезрители, сегодня мои молодые друзья приготовили очередной вопрос. И касается он одной старинной техники живописи, верно? Михаил Юрьевич, нам хочется услышать от вас рассказ о Гризайле. В наше время мало кто из художников использует ее в своей работе. А в вашем творчестве, как мы знаем, Гризайль занимает важное место. Каждый художник выбирает себе тот способ работы красками, который ему удобен. До изобретения масляной живописи все художники работали темперой. Эти краски всем хороши. Они не меняют со временем свой цвет, имеют прекрасную укрывистость, формируют тонкие слои. Однако сохнет темпера очень быстро. Для определенных задач такое свойство красок является достоинством. Однако это начинает сильно тормозить работу, когда дело доходит до плавных переходов одного тона в другой. Мазок высыхает быстрее, чем требуется. Поэтому художники в сложных местах зачастую переходили к штриховке. Другого простого пути сплавить соседние тона не было. Вот почему, когда была изобретена масляная живопись, технические возможности художников стали неограниченными. Масляная живопись родилась в Нидерландах, возмужала в школе ванейков, а затем ее быстро подхватили художники иных европейских областей. Главное достоинство масляных красок в их медленном высыхании. Это позволяет художнику вести работу в течение целого дня. За это время можно по своему усмотрению, не торопясь, полностью обработать поверхность живописи. А это очень важно, ведь в отличие от темперы масло дает рельефный мазок, и это качество масла является одной из составляющих образно-эмоционального воздействия на зрителя. Каждый художник решает сам, как ему воспользоваться этими свойствами масляных красок. Если работа ведется в технике «аллаприма», что в переводе с итальянского означает «сразу», с первого раза, то такие достоинства художника, как мастерство, артистичность, виртуозность, импровизационность, проявляются наилучшим образом. Однако, если живопись длительная, не в один сеанс, а подразумевает последующие слои, то всякий мастер встает перед вопросом продуманного, постадийного ведения работы. Дело в том, что на качество живописи влияет каждый предыдущий живописный слой. В роли такого подготовительного ложа для живописи некоторые старые мастера использовали грязаль. Грязаль в чистом виде, то есть без последующего перевода в цвет, это роспись, выполняемая тональными градациями одного и того же цвета, серого или коричневого. Такую роспись неверно называть живописью, поскольку она является монохромной. Техника грязали возникла в античности, развивалась в искусстве Средневековья, в период готики и Северного Возрождения. Грязалью изображены фигуры наружных створок гентского алтаря. Когда Дюра рассматривал алтарь в генте, то метко определил, что эти фигуры окрашены в цвет камня. В средние века художники обращались к грязали, подражая более интенсивно развивающемуся искусству скульптуры. В конце 15 века голландские и итальянские мастера начинают отдавать предпочтение живописи, и грязаль отходит на второй план. Однако живописцы продолжают использовать одноцветное изображение в качестве подмалевка. К примеру, грязаль лежит в основе шедевров Леонардо, Тициана, Веронезе, и если не брать это в расчет, то можно и не мечтать о постижении секретов живописи старых мастеров. Название этой техники происходит от французского «Грис» – «Серый». Магию серого тона живописцы ощущали с глубокой древности. Чтобы придать живописи богатство, сложности, жизненность, мастера фаюмского портрета вводили серый тон по уходящим плоскостям форм, там, где лобные бугры подходят к височным костям, вокруг глаз, носа и губ, а также на щеках, подбородке и шее. Чутье подсказывало художникам, что без серебристых тонов живопись выглядит крашеной и примитивной. Серые тона использовали в своей живописи европейские художники разных времен – возрожденцы, академисты и даже импрессионисты, называвшие серебристые оттенки пеплами. Средневековые мастера фресковой живописи использовали серый тон как общую среду, всеобъединяющий аквариум среднего тона, в окружении которого оживали и развивались цветовые гармонии основных и дополнительных цветов. На фресках Джотто хорошо видно, как преобладающие серебристо-оливковые тона помогают расцвести в полную мощь пурпурным, золотистым и бирюзовым цветовым темам. В портрете молодой женщины Сандро Боттичелли кистью оттачивает силуэт фигуры на плоском холсте, подобно скульптору, работающему резцом по камню. Палитра мастера ограничена, если не сказать скупа. Художник пользуется приглушенными, теплыми и холодными оттенками. И снова мы наблюдаем, как сквозь тонкие слои масляных лисировок сквозит серебристый объединяющий тон, придавая живописи сложность, а значит и богатство. Живописцы прекрасно знают, что добиться подобного эффекта свечения, неуловимости оттенков и цельности невозможно, если смешивать краски на палитре и затем переносить их на холст, что называется напрямик, безыскусно, так, как поступают импрессионисты. Здесь кроется какая-то техническая тайна, прием, которым умело и эффективно пользовались старые мастера. Эпоха великих художников, гигантов живописного искусства, остается для нас той навсегда ушедшей порой, когда человек смог добиться вершин мастерства в передаче разнообразных форм окружающего мира. Одним из поразительных шедевров живописи является генский алтарь. Техническое мастерство братьев Ван Эйков было столь совершенным, что с равной убедительностью им удавалось изобразить и природу, и архитектуру, и обнаженное тело, и фигуры в различных движениях, задрапированные в разноцветные ткани, украшенные орнаментами тончайшей выделки. Современные живописцы знают, что, пользуясь эмоционально-чувственным методом работы, добиться такого же уровня абсолютной законченности никак не получится. Ван Эйки, несомненно, использовали строгий поэтапный принцип ведения работы, когда каждому шагу на пути к цели отводится незаменимая роль. Несомненно, художники двигались к цвету через тщательно проработанный рисунок, а затем через монохромный подмалевок, который мы называем грязайлю. Так могли работать только люди особого склада – терпение, усидчивость, трудолюбие, принесение себя в жертву поставленной высочайшей задачи напрочь исключали те качества, которыми располагает подавляющее число живописцев последних времен – эмоциональность, спонтанность и обязательная индивидуальность живописного языка. Средневековая живопись во многом отличается от современной еще и тем, что позволяет зрителю любоваться ею не только издалии, но и сблизи. – Скажите, где можно узнать больше о технике старых мастеров? Как заглянуть под грязь на слой живописи? – К счастью для нас, некоторые картины старых мастеров остались неоконченными. И теперь мы имеем ясное представление об определенных этапах их работы. Леонардо да Винчи писал своего святого Иеронима на поверхности песочного тона. Итальянские мастера дали светному грунту свое особое название – имприматура, что в переводе означает «прежде всего», «сначала». Тонированная поверхность – это тот же средний тон, который помогает живописцу проще и быстрее вводить как темные, так и светлые тона. Рисунок мастер перенес с картона на доску, используя, видимо, прием припороха. Это когда по контуру рисунка на картоне делаются сквозные отверстия, а затем в контур втирается угольная пыль. Затем точки, образовавшиеся на поверхности, соединяются тонкой кистью. Контуры наносятся коричневой краской. Когда краска высыхает, мастер насыщает рабочую плоскость льняным маслом, чтобы обеспечить плавное скольжение кисти. После этого можно без труда работать над окружающим фигурой пейзажем, оставляя светлые силуэты почти нетронутыми. Лев в картине так и остался в виде силуэта, тогда как у святого уже проработаны темным тоном и тени, и полутона. Этот ход работы нельзя назвать гризайлью, ведь здесь мастер работает и теплыми, и холодными красками. Однако принцип ограниченной палитры делает задачу подмалевка очень близкой к тому ходу, который используется в гризайле. В другом, неоконченном произведении Леонардо да Винчи «Поклонение волхвов» прекрасно видно, как мастер действует тонкими слоями коричневого тона, прорабатывая теневые поверхности форм. При этом в нетронутых частях изображения песочная имприматура начинает выполнять роль светлой стороны формы. Изображение вызывается к жизни в диапазоне средних тонов. Благодаря этому мастер может далее развивать тему темных тонов. Тщательно прописав кроны деревьев, Леонардо больше к работе не прикасался. Однако можно с уверенностью предположить, что мастер и дальше продолжал бы развивать тему темных, пока изображение не приобрело бы цельное, убедительное в тональном отношении состояние. Работу цветом мастер оставлял на десерт, считая ее преждевременной, пока не решена масса других важных составных частей картины – композиция, рисунок, тонально-пространственная среда. Несомненно, для мастеров эпохи Возрождения цвет в живописи играл не самозначащую роль, а являлся завершающим этапом в диалоге живописца с натурой. В портрете Джоконды мастер вовсе не использует ясных, нарядных цветов. Здесь нет ни открытых красных, ни голубых, ни желтых. Однако живопись покоряет сдержанным, сложным состоянием, тончайшими валерами, оттенками и общим тональным настроением. При сравнении монохромного изображения с полноцветным, хорошо видно, что мастер в основном проработал цветом пейзаж, подобрав для него холодные оливково-голубые краски. Этого оказалось достаточно, чтобы модель смотрелась жизненно и живописно. Когда мы хотим постичь тайны живописи старых мастеров, то, как правило, прежде всего обращаем свой взор к блистательным венецианцам. Исследователь итальянской живописи Бернард Беренсен самой характерной чертой венецианской школы называл магию цвета, великолепие формы и восхитительное сочетание пышного декоративного убранства с романтическим пейзажем. Беренсен справедливо подметил, что колорит венецианцев никогда не кажется надуманным и не грешит излишней пестротой. Их колорит доставляет наслаждение не только глазу, но удивительным образом действует на настроение, мысли и воспоминания. Великий венецианский живописец Пауло Веронезе сделал Гризаль основой всех своих картин. А написал он их немало, да и размеры его холстов впечатляют. Вспомним хотя бы его брак в Кане Галилейской из собрания Лувра, занимающей в одной из самых больших зал целую стену. Композиции Веронезе многофигурны, насыщены массой деталей, характерны нарядностью колорита и пышностью цвета. Начиная все свои работы с Гризальи, Веронезе не считал, что отбирает драгоценное время у живописи. Скорее наоборот, мастер сознательно избрал именно такой путь, считая, что в этом случае живопись будет дарить зрителю свои возможности во всей полноте. Детальная проработка всего холста оттенками серого цвета давала мастеру возможность на последнем этапе при завершении холста заняться исключительно вопросами цветовой гармонии. Но как же Гризаль переводилась в цвет практически? В художественных словарях об этом не узнать. Там сказано, что перевод в живопись осуществлялся тонкими лессировками, но мы пробовали перевести серое изображение в цвет, и у нас ничего не вышло. Помню, еще студентам художественного училища меня заинтересовала техника перевода из Гриза или в живопись. Педагоги и друзья рассуждали об этом запросто. Выходило, что сначала, используя только охру черную и белила, нужно было написать всю работу целиком в несколько высветленном общем тоне, но в подробностях и деталях. Затем поверх предварительно высушенного изображения следовало нанести цветные тонкие лессировки прозрачными красками. Все это казалось заманчивым и сулило радость открытия хорошо забытого старого. Я попробовал перевести в цвет портрет, выполненный монохромно. Для этой цели пришлось подобрать масляные краски, обладающие лессировочными свойствами, подобными цветному стеклу. Старательно разукрасив Гризаль, я увидел, что чуда не произошло. Сквозь лессировки просвечивал серый подмалек, однако все тональные отношения нарушились, и цвет не только не украсил форму, но бесповоротно погубил ее. Живопись получилась грязной и безжизненной. Мне стало ясно, что есть какой-то секрет, не зная которого никогда не удастся воспользоваться техникой великого венецианца. Именно этот секрет, думал я, помогал венецианским живописцам по меткому наблюдению Беренсона создавать живопись благодаря своему колориту, сияющую, как драгоценные камни, как знаменитое венецианское стекло, в котором главное – цвет и форма. А отдельные детали, ярко освещенные и насыщенные цветом, сияют, как рубины и изумруды. Когда мы были студентами Суриковского института, наш руководитель Илья Глазунов организовал для нас ежегодную копийную практику в Эрмитаже. В общении с реставраторами, мастерами-копиистами, в череде собственных проб и ошибок постепенно вырисовывалась правда о технике перевода из гряза или в цвет. В Эрмитаже в постоянной экспозиции находится неоконченная картина Веронеза «Нахождение Моисея». Благодаря этому мы имеем возможность увидеть те самые тона, которыми мастер создавал грязальную пропись. Кстати, общий тон изображения лишен сильных контрастов. Диапазон его развития от самого темного места картины до самого светлого не широк. Похоже, именно благодаря этому картины Веронезе отличаются светлыми тенями, да и в целом общей светоносностью. Павел Чистяков так писал об этом в письме к своему ученику Савинскому. «Будете в Венеции, посмотрите вблизи работы Веронеза, посмотрите, как они рельефны издали, а тени бледные». В другой картине Веронезы под названием «Оплакивание» также из собрания государственного Эрмитажа красочная поверхность плотная, насыщенная. В ее колерах присутствует белило, лишая краску свойств прозрачности. Вместе с тем, живопись сложная, богатая серебристыми полутонами, вызванными из предыдущего слоя живописи, изгрязали. Значит, не все так прямолинейно с переводом в цвет. Оказывается, лессировки бывают укрывистыми. Мы с упорством искали разгадку секрета старых мастеров, понимая, что художники прошлого избирали способ работы по Гризайле не для того, чтобы усложнить себе жизнь, а совсем наоборот, чтобы пройти кратчайшим путем к намеченной цели. Серебристый подмалевок не сковывал живописца, а раскрепощал его. Позволял добиваться таких эффектов, о которых без Гризайли можно было и не мечтать. И о том красноречиво свидетельствовали шедевры, написанные по Гризайле в несметном количестве, встречающие нас в музейных собраниях по всему свету. Пауло Веронезе один из самых блистательных венецианских живописцев обладал техникой перевода в цвет в совершенстве. В основе всех его произведений лежит светотеневой рисунок, моделировка формы тоном и тональное звучание окрашенного пятна. Прежде всего, не вызывает сомнения, что Веронезе начинал трудиться над картиной с цветового эскиза, в котором давал волю и своему воображению, и чутью живописца. Этот эскиз оставался ключевым в работе над картиной от начала до конца. Эскиз подсказывал мастеру, какими тонами следует вызывать к жизни ту или иную форму на стадии Гризайльного подмалевка. Но самую важную службу эскиз играл при переводе Гризайли в живопись. Главное отличие этой техники от всех других в том, что работа над гармонированием красок ведется не на палитре, а прямо на холсте, на котором во всем многообразии серых оттенков картина уже полностью завершена. Эскиз подсказывал мастеру, какие цвета следует подобрать для решения той или иной части композиции. Первый этап заключался в насыщении поверхности холста лисировочными красками соответствующего цвета, точно как описано в словарях. Но на этом дело не кончается. Дальше художнику предстояла самая важная и интересная работа – окончить картину. Работа над цветами велась пастозно, кроющими колерами, с присутствием белил. Волшебником по-прежнему оставался художник, а не техника. Результат всецело зависел от вкуса и мастерства живописца. Процесс гармонирования и завершения формы в эмоциональном плане мало чем отличался от привычного нам чувственно-спонтанного ведения работы. Однако благодаря Гризайле художник мог позволить себе сконцентрировать усилия исключительно на цвете. Гризаль помогает не выйти за границы цветового пятна, а также предоставляет возможность использовать ее серебристый тон, делать его частью цветового богатства локальных пятен. То, что авторы фаёмского портрета делали механически, вводя серые оттенки в полутона, Веронезе вызывал из Гризайли. Достаточно было лишь нажать кистью посильнее, и сквозь цветной колер начинал мерцать серебристо-серый оттенок. Можно ли работать в этой технике с натуры? Ведь импрессионисты, которых мы так все любим, не использовали такую технику, но достигали удивительных результатов в своих работах. Думаю, что все зависит от художественной задачи. Безусловно, Гризайль не подходит для односеансных этюдов с натуры. Но в случае многосеансной живописи она может сослужить художнику добрую службу. Благодаря академической выучке мастера рубежа 19-го и 20-го веков были способны в один сеанс писать сложнейшие портреты-этюды. В Государственном русском музее выставлена гигантская картина Ильи Репина «Заседание Государственного Совета». Подготовительные этюды к этой картине являются примером высочайшего уровня мастерства, которым обладал прославленный мастер. Легкость, с которой Репин исполняет форму, его молниеносная кисть вызывает восхищение. Однако мы знаем, каким непревзойденным тружеником был Репин и какую суровую выучку он прошел в Императорской Академии Художеств. Его этюды к совету, как, впрочем, и другие работы, написаны не по Гризайле. Однако в основе его восприятия натуры и правды ее лежит понимание живописи, родственное с тем, как к этому относились старые мастера. Те из художников, кто считает, что живопись есть окрашенный тон, являются братьями старых мастеров, независимо от того, используют они в своей работе Гризайль или пишут Алла Прима. Пабло Пикассо, младший современник Репина, в своем творчестве преследовал совершенно иные цели. Одна из самых известных его картин Герника написана монохромно, в черных, белых и серых тонах. Герника и Луна – это город на севере Испании, в горах, центр древнейшей культуры Басков. В 1937 году, во время гражданской войны и итало-германской интервенции, город был подвергнут варварской бомбардировки, германской авиацией. Герника была стерта с лица земли. Художник избрал язык Гризайли, чтобы выразить образ трагедии. Здесь Гризайль выступает не как техника, а выполняет роль художественного языка в диалоге со зрителем, вызывая у него настроение, соответствующее трагическому содержанию картины. 20-й век окончательно раскрепостил художников. Что же касается нашего времени, то в области современного искусства вопросом красоты и убедительности формы, равно как и близости к натуре, отводится все менее значительная роль. Современные рыцари кистей и красок предпочитают искать собственную индивидуальность в манере изобразительного языка, в провокационном содержании и считают зависимость от каких-либо технических условностей ниже своего достоинства. Тем не менее, пока человечество полностью не утратило интерес к традиционным жанрам живописи, таким как натюрморт, пейзаж, портрет, тематическая картина, те из художников, кто остается верен традиционной культуре, по-прежнему будут испытывать жажду познания секретов старых мастеров, стараясь использовать мудрость предшественников применительно к современным задачам. На этом наша сегодняшняя встреча подошла к концу. Всего вам доброго, дорогие телезрители. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова